Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас платиновые испытания Негодники. Будем добывать особые ингредиенты, чтобы переводить наших героев на седьмую максимальную ступень. Ну что же, начнем. В этом испытании три эпизода. Ограничено количество героев, которые могут участвовать. И давайте-ка для первого испытания я возьму только положительных героев. Причем я увидел девчонок. Давайте-ка возьмем Кейси Джонса, Эйприл Кунеичи, обычную Эйприл с синегами. И вот на помощь девчонкам и Кейси Джонсу возьму-ка я еще, друзья, Голубя Пита. Вот такая вот нестандартная, прикольная команда. Ну что ж, вперед в атаку. Вот первая волна. И давайте-ка посмотрим. И здесь нас ожидает довольно-таки серьезный враг. Нейтрализатор, Паукус и Змей Кьюн. Причем все враги довольно-таки высокого уровня. Но здорово, что у нас есть Голубь Пит. И в начале боя он танцует забавный танец и прокачивает уклонение для всей команды. Здорово. Ну что ж, начнем атаку. Возле Паукуса висит зеленый треугольничек. Значит, урон будет повышен. Что ж, начнем бить этого врага. И синегами призывает демона Они из японской мифологии. При помощи Тарисмана Тигриного Глаза. Ох, ничего себе, как здорово он выбил врага. Это у меня уже здорово обрадовало. Я, честно говоря, не надеялся. Но, к сожалению, с другими это уже не сработает. Итак, взрывная шайба от Кейси Джонса. Удар-взрыв. Постепенный урон догрызает вот Змей Кьюна. Но той пока выживает. Возможно, что-то сделает Эприл Кунаичи. Удар Телекинезом. Вот, здорово. Постепенный урон догрызает. Ну и я надеюсь, что Эприл Анил опять же своим веером добьет. Не сумела, друзья. Не сумела, но постепенный урон все же догрыз этого врага. Это уже меня здорово обрадовало. Ну что же, будем теперь бить нейтрализатора. И Голубь Пит пытается заклевать этого пришельца, инопланетянина. Вот, кстати, забавно получилось. Вот с синягами призывает летучих мишей. И сама превращается и атакует. Ох, какой хороший удар. Вот, надеюсь, Кейси Джонс при помощи электрошокера сейчас поджарит нейтрализатора. Да. Итак, первая волна пройдена. Хотя враг был непрост. Во второй нас ожидает уже четверка довольно-таки серьезных врагов. Кресиный король, стиранка, хан плюс эк. И для них есть сюрприз. Эприл Кунаичи взмывает вверх и градом цепных молний поражает врагов. Здорово. Ну что же, очень серьезный был удар. Вот остался только хан, стиранка и кресиный король. И начнем мы выбивать с хана, чтобы он не ослабил нашу команду. Отлично. Вот, голуби, ты на тебя одна надежда. Вот, постарается сейчас запинать стиранка. Смотрите, как забавно. Вот, лапками своими работал. Но все же у него все получилось. Здорово. Ай-яй-яй, друзья. Я случайно коснулся массового удара Кейси Джонса. Вот, я приберегал эту гранату на третью волну. Но как-то вот так не очень хорошо получилось. Ну что же, друзья. Вот сейчас будет очень непросто, потому что враг очень силен. Смотрите, и Крип, и Мутагеноид, и Алапекс, и Пицелица, и Змея Карай. Ну, конечно же, я начну со Змеи Карай, потому что у нее повышен урон. Ох, ничего себе, как здорово метнуло веер и уничтожило врага Эпил Куноичи. А вот Алапекс уже будет пытаться справиться обычная. Эпил не получилось. Вот, Шенигами удар по Мутагеноиду. Вот так здорово. Отлично. Очень хорошо прошел удар. Вот, надеюсь, Голубит сейчас его запинает. Да, Мутагеноид выбит. Это здорово радует. Ну, и кроме того, друзья, давайте-ка пинать Крипа. Вот, отличный был удар. Но вот сейчас пришла уже очередь врагов. Посмотрим, что... Ага, друзья, нет. Прошу прощения, все-таки сейчас очередь Эприл. Бьет, да, выбивает Алапекс. Вот, давайте-ка я еще все же подлечу наш отряд. Вот, благодаря Эприл Куноичи нам удается подлечить. А Пицелица забрасывает наших героев раскаленным сыром. Вот, досталось нашему отряду. Крип кричит, привлекает внимание. Вот, налаживает дебафы, негативные эффекты. Но я думаю, что мы должны с ним справиться. Вот, с синягами неплохо нанесла урон. Голубит ест хлебушек и подхиливает, подлечивает наш отряд. Вот, здорово. И Кейси Джонс добивает Крипа. Замечательно. Остался только Пицелицей. Удар телекинезом Эприл. И это победа. Ну что же, друзья, вот так здорово наши герои справились с этими врагами. И мы переходим ко второму эпизоду. И да, конечно же, самое главное, это награда. Снаряжение негодника для прокачки на седьмую ступень. Да, вот, друзья, кроме того, я могу при помощи телепортиков еще пытаться добивать. Либо в ручном режиме, но пока я это не буду делать. Вот, пойдем на второй эпизод. Да, друзья, для второго эпизода давайте-ка выберем какую-то команду негодяев. Вот, а третья у нас команда будет опять же с положительных героев. Ага, друзья, здесь нет негодяев. Здесь все положительные герои. Это, кстати, меня здорово обрадовало. Ну что же, тогда давайте-ка вот возьмем первую тройку, вернее, возьмем первую пятерку героев. Итак, возьмем Сплинтера, возьмем Керби Мыш, возьмем Макмена, возьму вот Железную Голову и возьму Мандагека. Кстати, команда Мутанималов здесь присутствует или нет? Да, друзья, присутствует. Вот, в принципе, можно было бы и команду Мутанималов взять. Ну, пока, мне кажется, вот сразимся этим составом, а потом уже остальных героев вот я отберу для финального третьего эпизода. Итак, вперед, первая волна. Докавайте-ка посмотрим. Ага, есть Хан, Стиранка и Крысиный Король. И сразу же я активирую массовую атаку от Мандагека. Взрыв. Здорово. Удалось навесить цепи на Хана и Крысиного Короля. Ничего себе, Сплинтер контратакой добил Хана. А сейчас Сплинтер при помощи Тайной Катаны атакует Стиранка. Вот, супер, враг поражен. Ну и вот Керби Мыш попытается справиться с Крысиным Королем. Не сумел. Все-таки враг силен, но вот на Макмена я возлагаю серьезные надежды. Удар, вот плевок кислотой. И Крысиный Король повержен. Переходим ко второй волне. Здесь все непросто, но здорово, что у нас есть Железная Голова. И он атакует массовой атакой ракеты из глаз. Вот здорово. Кучу здоровья забрал у врагов. И я попытаюсь добить Пиццелисова. Удар языком Мандагека, но Пиццелисы выживает. Ну, не думаю, друзья, что он выживет после удара сплинтера по болевым точкам. Замечательно. Вот есть возможность использовать на массовую атаку, но пока я ее приберегу. Хотя, давайте-ка используем. Итак, кричит Керби Мыш. Наносит серьезный урон. Вот Змея Карай атакует свою очередь. Вот, да, друзья. Вот удар Макмена я оставлю массовый на третью волну. Ну, вот пытается Железная Голова поджарить Крипа. Вот он из-за рассеи, поэтому очень здорово это у него получается. А мы переходим к третьей волне. Так что же, что же наша джедаит? Очень серьезная команда врагов. Вот вижу, друзья, Джастина, Нейтрализатора, Армагона, Мутагеноида из Микюна. Вот, очень чувствую, будет все непросто. Тем не менее, пусть Мандагека пока прокачает вот атаку нашего отряда. Плюс скорость добавил. Вот, умничка. Вот, стоит ли атаковать или все же, друзья, еще прокачать? Давайте-ка я еще прокачаю наш отряд. Итак, Сплинтер медитирует на 6 и добавляет кучу положительных эффектов бафов. Ну, а вот теперь, вот, попытался атаковать Тельбимыш Армагона. Слабенько получилось. Но да, друзья, у нас есть способность Макмена. Удар мусором. Вот, мусорным торнадо наносит урон, но враг выживает. Кстати, друзья, это меня не очень обрадовало. Вот, пусть железная голова пока кричит, привлекает внимание. Вот, понизит скорость врага, а Мандагека пытается выбить Армагона. Да, получилось. Получилось. Сплинтер атакует мутагеноида тоже у него получилось. Вот, добить. Вот, тем временем, Тельбимыш лопает рыбу и подлечивает наш отряд, восстанавливая. Ну, что же, замечательно. Змитюн атакует спорами. Кстати, очень неприятно досталось нашему отряду. Вот, давайте-ка пусть Макмен добьет нейтрализатора. Да, вот, получилось. И попытаемся еще добить Джастина. Вот, хороший был удар железной головы, но все же Джастин выжил и вот контратакует глазами. Вот, тем не менее, вот, Мандагека добивает Джастина, а Керби-мыш атакует Змитюна. Не получилось победить, а вот Сплинтер вот ударом своей руки добивает врага. Ну, что же, друзья, замечательно, отличнейшая победа. И мы переходим, да, получаем снаряжение негодники и переходим к третьему эпизоду. Итак, друзья, замечательно. Давайте-ка для следующего эпизода я возьму Кожеголова, вот нашего любимца Усаги Димба. Вот, Морозную Кокошку, как же без нее. Возьму Слэша и, конечно же, друзья, либо Доктора Роквелла, либо вот Кейси Джонса. Давайте-ка я возьму Доктора Роквелла. Кейси Джонс мультяшный у нас участвовал. А из фильма, к сожалению, для него места пока нет. Ну, что же, друзья, первая волна третьего финального эпизода. Довольно-таки серьезная команда. Зэг, Хан и Мутагеноид, вот, причем 90-го уровня. Вот, очень, чувствую, будет непросто нам справиться. Тем не менее, вот, здорово, что у нас Усаги Димба. И он прокачивает дополнительную защиту плюс контратаку. Вот, супер. Вот, теперь наш отряд защищен. Вот, и Морозная Кошка пытается атаковать Зэка. Метает снежный комочек. Вот, и что же, и Зэку довольно-таки здорово досталось. Да, кстати, друзья, давайте-ка я применю массовую атаку. Слэш, вот, стальным борчком вращается, наносит повреждения, но враг выживает. Вот, давайте-ка я еще метну, опять же, при помощи доктора Роквелла и его мечей кинжалов. Здорово, отлично, удалось нанести повреждения. Вот, пусть еще, вот, Кожеголов при помощи Кренга, вот, нанося удары как дубиной, уничтожает и этого врага. Вот, и финальный удар в первой волне от Усаги Димба. Вот, ох, какой хороший был удар. Ну, просто песня. Вот, а мы переходим с вами дальше. Итак, вторая волна. Вторая волна. Вот, стоит ли подлечивать? Мне кажется, не стоит. Пусть лучше, вот, Морозная Кошка пожонглирует вишенками и усилит, вот, скорость нашего отряда. Замечательно. И будем уже бить врагов. Вот, Слэш пытается раздавить Паукуса. Вот, навряд ли это у него получится. Вот, как я подозревал, все-таки противник очень высокого уровня. Тем не менее, вот, Доктор Роквелл при помощи телекинеза добивает Паукуса. И да, друзья, Кожеголов. Давайте пусть Кожеголов оскорбит врагов и привлечет внимание. Вот так, замечательно. Ого, ничего, у него даже появилось броня. И я посылаю в атаку Саги Зимба. Вот, хватая мечи, катаны, он вращается, наносит вот кучу повреждений. И смотрите, сколько нанес повреждений врагам. Причем повреждения все с постепенным уроном, что тоже здорово радует. Вот, отлично. Морозная Кошка атакует Змею Карай. Вот, урон не заметил. Вот, чуть-чуть все же что-то ей удалось сделать. Вот, надеюсь, что Слэш справится с Джастином. Не сумел, друзья. Все-таки враг серьезен. Враг серьезен. Кстати, было бы неплохо еще проколчать дополнительную защиту. Но мне кажется, друзья, лучше все же атаковать. Итак, Доктор Роквелл атакует и добивает Джастина. Вот, посмотрим, что сделает Кожеголов. Да, он добивает Змею Карай. Остается только Крип. И он вытягивает жизнь из Кожеголова. Мстит за это ему Усаги и Дзимба. И наносит сокрушительный удар. Здорово. Крип уничтожен. А мы переходим к третьей волне. Итак, финальный бой, друзья. Финальный бой третьего эпизода. У врага довольно-таки серьезная команда. Стиранка, Армагон, Алапекс, Пицелиций и Крысиный Король. Что ж, нужно тогда подлечиться и восстановить отряд. Что и делает Морозная Кошка при помощи сырного мороженого. А вот сейчас Слэш пытается атаковать Стиранка. Вот, неплохо, кстати, прошло. Вот, есть время. Вот, и Доктор Роквелл прокачивает дополнительную защиту благодаря своему психопозырю. И да, супер, друзья. Кожеголов, вращаясь, наносит массовый урон и выбивает Стиранка. Да и другим врагам здорово досталось. Кроме того, Устаги пытался выбить Алапекс. Не получилось. Но я надеюсь, Морозная Кошка ее доцарапает. Да, вот, добивает Алапекс Морозная Кошка. Лисичка повернута. А Слэш атакует Крысиного Короля. Слабенько, друзья, слабенько. Вот, тем не менее, Доктор Роквелл добил. Вот, пытается что-то сделать Армагон. Пицелиций забрасывает в наш отряд Кальционы. Вот, несмотря на дополнительную защиту, смотрите, сколько нанес урона. Вот, честно говоря, я в шоке. Тем не менее, давайте-ка попытаемся сейчас запинать Армагона. Вот, и да, друзья, есть возможность прокачать, опять же, дополнительную защиту. Плюс контратаку. Обновилась способность Усаги Зимба. И, надеюсь, это уже победа. Итак, добивает Армагона наш Доктор Роквелл. А Морозная Кошка метает Пицелицево снежный комочек. И что же, Пицелиций оглушен. И, вот, надеюсь, уже Слэш его добьет. Итак, победа, друзья. Великолепнейшая победа. Великолепнейший бой. Вот, давайте-ка мы с вами получим награду. И еще при помощи телепортиков попытаемся добыть эти ингредиенты. Итак, пока как-то неудачно. Попробую со второго эпизода добыть. Опять же, неудачно. Ну, и еще третий эпизод. Да, друзья, повезло. Удалось добыть снаряжение негодники. Вот, я еще попытаюсь со второго эпизода. И, опять же, неудачно. Ну, что же, как-то вот так. Итак, друзья, сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.